Сегодня в тренде самодостаточные, успешные и предприимчивые женщины. Лучшие из них представили свои проекты на конкурс «Леди бизнес». Ольга Лащева много лет работала в рекламной сфере. Идея открыть мебельную фабрику пришла неожиданно, но, как оказалось, очень своевременно. К нам пришла клиентка и говорит, а вы можете мне сделать шкаф? Я говорю, ну как бы шкаф, ну мы делаем конструкции, но шкаф это совсем другое. А мы пришли домой с супругом и так посоветовались. Он говорит, а что мы не можем сделать шкаф? Я говорю, ну в принципе, теоретически мы можем. Семейный бизнес активно развивается. База клиентов растет, причем не только в Подмосковье. Бизнес-вумен уже давно вышла на региональный уровень. А вот Светлана Налепова сделала акцент на социальное предпринимательство. Ради этого дела она отказалась от карьеры в крупном холдинге и не прогадала. Теперь Светлана счастливая мама четверых детей и глава социального предприятия для пожилых людей. Я развиваю такой большой проект. Это производственные каворкинги для людей старшего поколения. Это 52 бабушки из Одинцовского городского округа. Есть у нас две из Москвы бабушки. Они работают в режиме что-то дома, что-то на производстве и производят игрушки. Организатором муниципального этапа конкурса выступила Одинцовская торгово-промышленная палата. К выбору участниц подходили тщательно. Мы выбрали самых ярких, самых деловых, амбициозных, напористых. Уникально каждая. Каждая конкурсантка представила визитную карточку, после чего участнице необходимо было пройти блиц-опрос на знание этикета. Все справились блестяще. Как правильно сказать? Извините или извиняюсь? Можно сказать по-разному. Я дико извиняюсь. Но, наверное, извините. Победителем конкурса стала королева автомобильного сервиса. Детское увлечение техникой переросло в большой бизнес, который активно развивается уже 16 лет. Ольга не только руководит техническим центром, но и сама отлично разбирается в тонкостях ремонта. Она настоящий фанат своего дела. Я сейчас думаю о своих клиентах. У меня в данный момент там уже на самом деле много стоит автомобили, привести их в порядок, полироли, все, текущая работа. Похвалюсь ребятам, что мы опять, я считаю, что это только командная заслуга. Ольге Селезневой предстоит взять еще одну высоту. Она представит городской округ на форуме в Нарафаминске, где выберут главную бизнес-леди Подмосковья. Влада Шишова, Артем Ломоносов, Роман Ивановский, телекомпания Одинцова.